Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова ваш доктор Игорь Игоревич. И мы с вами сегодня поговорим о такую важную тему, как жара и приём медикаментов. Известно, что жаркая погода может оказывать влияние на здоровье людей. Особенно это касается пожилого населения, особенно это касается того населения, которое принимает препараты. Мы знаем, что пожилое население имеет уже достаточно зачастую много всяких разных заболеваний и принимает целый ряд препаратов. Поэтому хочу вам сегодня рассказать о том, какие препараты наиболее опасны в жаркую погоду, какие препараты могут повысить различные осложнения, обострения и даже смертность, особенно в жаркую погоду. Поехали! Факторами риска, заболеваниями, которые наиболее опасны и которые наиболее часто в комбинации с лекарствами приводят к различным нехорошим исходам в жаркую погоду, являются болезни, например, сердца, давление кровеносное, ожирение, болезни легких, сахарный диабет или прием алкоголя. И когда у человека и так много проблем со здоровьем, при этом он еще пьет препараты, которые будут осложнять его терморегуляцию в жаркую погоду, конечно же, могут быть большие проблемы. Чаще всего, что делают препараты? Они могут вызвать обезвоживание, то есть жара вызывает обезвоживание, плюс препараты вызывают обезвоживание. Дальше. Они могут нарушить терморегуляцию, то есть может снижаться потоотделение у человека, а пот, как мы знаем, нужен для того, чтобы снижать температуру тела, то есть бороться с перегреванием. Ну и может возникать нарушение терморегуляции по другим механизмам. Кроме того, может падать давление, отсюда обмороки, потери сознания и травмы. И что еще может быть? При обезвоживании почкам нужна вода, чтобы фильтровать. Некоторые препараты, они выводятся с почками, и если не хватает жидкости, почки не могут выводить препараты, они накапливаются и они достигают очень токсичных доз. То есть это еще одна опасность. Обязательно посмотрите, какие препараты вы принимаете. Прямо берите коробочку, доставайте инструкцию и смотрите. Нас интересует в данный момент группа препарата. То есть к какой группе этот препарат относится. Если это антидепрессант, если это антиконвульсант. Антиконвульсанты это препараты для борьбы с судорогами или с болью, с нейропатической болью. Ну например, у человека невралгия какая-нибудь, болит в области какого-либо нерва. Например, опоясывающий лишай. Тогда они часто, эти люди, они принимают препараты гапапентин или прегабалин, все знают лирику, или вальпроевая кислота. Дальше антипсихотические препараты, то есть различные психотропные препараты. Далее транквилизаторы, препараты типа диазепама, фенозепама. Что еще очень важно, что еще более ходовое, это препараты от давления. Часто люди, вот прям возьмите, если вы пьете препараты от давления, достаньте коробочки и посмотрите. Если там написано, что это препарат мочегонный, естественно он будет вызывать обезвоживание, что особенно опасно в жаркую погоду. Если там написано ингибиторы АПФ или блокаторы АПФ, АПФ это ангиотензин, превращающий фермент. Тоже вызывает потерю жидкости организма. Или блокаторы рецептора ангиотензина. Пожалуйста, проверьте все, что вы пьете. Что еще? Препараты холинолитики или холиноблокаторы. Посмотрите, если вы пьете препараты, там написано, что он относится к группе холинолитиков, холиноблокаторов. Это препараты, например, для лечения астмы, хронического обструктивного заболевания легких, хобл, хронический бронхит, инфизема или, например, при недержании мочи. Дело в том, что эти препараты могут нарушать потоотделение, потообразование. Соответственно, пота нет, соответственно, идет перегрев. Ну и препараты для крови разжижения, а именно ксорелта или эликвиз, они тоже могут вызывать перегрев организма в жаркую погоду. Поэтому, если вы принимаете что-либо из этого, пожалуйста, скажите вашему лечащему врачу, особенно если наступили жаркие дни или ожидаются жаркие дни, чтобы он вам дал какие-либо рекомендации. Ну, типа чего? Пить больше жидкости только не сразу много, а мелкими порциями или при некоторых препаратах, например, психотропных, когда нарушается чувство жажды, можно вообще расписать режим. Питья даже если не хочется пить, надо будет пить жидкость. Какие-то препараты надо будет на время жарких дней снизить дозы, но обязательно под контролем вашего доктора. Ну и, конечно, в жару не ходите по улице, постарайтесь быть в максимально прохладном помещении. Я вам всем желаю крепкого здоровья. До свидания.